Создатель, абсолютный разум, Всевышний, кто как его называет. Каким образом с ними правильно взаимодействовать? Когда человек говорит, что я общаюсь с Богом, он подразумевает все равно общение с каким-то определенным Богом. На Земле есть такой пазл разных энергий, все пазлы собрать, и тогда получится красивая мозаика. Не могу не затронуть тему пророков. Что именно за голос они слышат? Какого конкретного Бога? Считается, что этих пророков Господь избрал. То есть Аллах или Господь, в зависимости от религии, избрал, а все остальные не избраны. Доброго времени суток, дорогие зрители канала Алена Полынь. Тема сегодняшнего видео – боги. Во многих религиях они описаны, но ни в каких из них не говорится о том, что люди напрямую их видели. Алена же заявляет то, что есть боги, которых возможно увидеть. И сегодня мы поговорим именно об этом. Алена, здравствуйте. Первый вопрос, который хотелось бы вам задать – каких богов и каким образом мы можем увидеть? Мы сейчас с вами должны сразу определиться, что такое боги. Я столкнулась с такой ситуацией, что многие люди думают, что Создатель и Бог – это нечто единое. Дело в том, что есть Создатель. Его можно назвать Создатель, Абсолютный Разум, Всевышний, кто как его называет в разных культурах. Есть боги. Боги, ну, для простого понимания, для человека, который вообще далек от понятия мироздания, от изучения этих философских каких-то наук. Мы можем говорить, что боги, условно говоря, как мне сказал один психолог, это дети Создателя. Первичные дети, потом уже появились, так скажем, люди. Боги есть в совершенно разных пантеонах. Есть боги-пантеон египетские, пожалуйста, там пантеон кельских традиций и так далее. Греческий пантеон – это там есть боги. И некоторые боги нам известны. И при том, допустим, если мы придем в суд, то увидим, там стоит Фемида. У многих адвокатов стоит Фемида. Это греческая богиня. Мы же не говорим, что она нас создала. То есть это просто греческая богиня. Олимпиада – это действие в честь олимпийских богов. Это старинное действие, которое пришло в наш сюда реальный мир. И это действие, так скажем, во славу олимпийских богов, греческих богов, о которых можно почитать и которые мы проходили в школе. По крайней мере, я еще это застала. Не знаю, сейчас проходит или нет. То есть есть огромное количество богов, о которых мы что-либо знаем. То есть в той или иной мифологии мы читаем, что есть какие-то боги. Создатель, высший разум, абсолют и так далее – это уже история другая. Это история некой субстанции, которую мы не можем познать нашим человеческим умишкам, которая, в общем-то, все и из себя, как говорится во всех философских и мистических науках, из себя стала что-то создавать. Ну, там разные способы описываются, как создавать. У каждого там свое мнение на счет, потому что никто точно не знает, как. Но у нас в народе принято богом называть, собственно, создателя. Особенно это, ну, очевидно, в религиях, когда про бога, ну, говорят «бог», да, и подразумевая под этим некого создателя. Вот чтобы не было этой путаницы, я сразу хочу это разъяснить. Следующий момент. Каких богов мы можем увидеть, да, помимо того, чтобы прочитать там в книжке, увидеть какие-то изображения, картинки, фигурки и так далее, есть боги, которых мы можем увидеть реально. Космология индуистской традиции очень четко описала богов, а именно планеты, как богов. И это не случайно. Мы сейчас с вами говорим о очень серьезной структуре, которая влияет напрямую на жизнь не просто человека, а целых стран. Хорошие астрологи знают, что по расположению планет можно предсказать, какие будут ситуации в той или иной стране, как пройдет жизнь того или иного человека. Есть понятие натальных карт, да, где по дате рождения и понимая, какие планеты и как выстроились в данную дату рождения, в секунду, минуту, в определенном месте, да, потому что это еще зависит, где родился человек, мы можем понять, какая судьба у человека, да, и как-то с ней взаимодействовать. Здесь многие сильные религиозные люди говорят о том, что вот эта астрология, она, значит, уводит от бога, подразумевая, конечно, что уводит от создателя. Но мы должны понимать, что создатель создал все, и звезды, и планеты, в том числе планеты как богов, для того, чтобы мы имели возможность взаимодействия с ними и по, так скажем, свободе своей воли меняли что-то. Астрология — это точная наука, она близка к математике, но она не утверждает, что будет так, а никак иначе. Она говорит, как будет, скорее всего, да, потому что человек, он такое немножечко неповоротливое создание. Ему дали некую программу при рождении, то есть некий, так скажем, мешочек с определенными его заслугами в предыдущей жизни, то, что называется карма, минус и плюс, да, и на основании этого он действует. Редко человек делает какой-то рывок в какую-то сторону. Это вот такие прям отдельно взятые личности. Поэтому натальная карта, она практически вот, ну, понятно, очевидна, и ничего никуда не меняется. Но когда к астрологу обращается какой-то правитель, какой-то человек, который занимается магией, да, какой-то, ну, серьёзный человек, для которого важна астрология не с точки зрения, «Расскажите мне, что будет завтра», да, а с точки зрения, как изменить это завтра, тогда он начинает взаимодействовать с планетами и что-то корректирует. Вот в западной астрологии нет такой особой позиции коррекции планет. А в ведической астрологии там очень чётко описано, что при взаимодействии с планетами вы можете корректировать и свою судьбу. Это как раз и есть то самое общение с богами. Посредством мантр, посредством... Ну, мантр — это, по сути, аналог молитв, да, для тех, кто не понимает. Посредством янтр — это изображение. Причём изображение божества не как в форме, в образе человека, а как схематично, да, то есть это энергии божества изображены в янтре. Посредством воскурения определённых благовоний, зажигания свечей, определённых обрядовых действий, потому что такое обряд — это обрящивание энергии. И здесь как раз идёт взаимодействие с планетами, теми богами, внимания которых мы в состоянии увидеть. Да, не все планеты мы можем увидеть без специального оборудования. Но, согласитесь, даже с оборудованием мы посмотрим и получим удовольствие, что мы видим богов, реальных богов. Это образы богов. Мы не говорим сейчас, что планета, да, вот как нечто такое, так скажем, как форма, если мы её видим в виде круга или чаши или ещё как-то, что это именно форма бога. Мы видим некую материальную основу, а внутри этой основы находится та самая божественная жизнь. Это очень такая философская история. Есть ещё такое понятие, что даже у планет есть свои гении и так далее. Но сейчас мы говорим о планетах как о богах, к которым можно обращаться, к которым можно обращаться за теми или иными просьбами, да, с которым можно налаживать те или иные взаимоотношения. Значит, в Индии есть имена у планеты, и у нас они есть, да, в русском языке, там Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, там и так далее. Каждая планета, она подвязана к определённому дню, когда наиболее актуально работать с этой планетой. Если, допустим, мы берём понедельник, то это работа с Луной. Если вторник, то это работа с Марсом. Если среда, то это работа с Меркурием. Если четверг, то это работа с Юпитером. Если пятница, то это работа с Венера. Если суббота, то работа с Сатурном. И, соответственно, в воскресенье работа с Солнцем. Это основные планеты, которые более всего влияют на человеческое существование. Но здесь что интересно, что каждая планета отвечает за определённый аспект жизни человека. И именно с этим аспектом наиболее лучше всего и, в общем-то, и обращаться к этой планете. И поэтому хочется сказать, что люди, которые очень узко мыслят, и считают, что Бог и Создатель — это одно и то же, и не хотят чуть-чуть пошире посмотреть, они теряют очень многое. Потому что, по сути, для того, чтобы обратиться к Создателю, нужно иметь определённые допуски. Гораздо больше допусков, нежели чтобы обратиться к Богу. Это во-первых. Во-вторых, далеко не каждого слышит Создателя. Эти допуски и ряд других плюсов, которые имеют те или иные люди, они всё равно, как правило, проходят, как через телефонную трубку, я же условно говорю, через какого-то Бога. Потому что Боги имеют возможность, грубо говоря, координироваться с Создателем. Поэтому, когда человек говорит, что я общаюсь с Богом, он подразумевает всё равно общение с каким-то определённым Богом. То есть, абсолютно любому человеку для коммуникации с так называемым Создателем нужно обращаться к Богам, а не к самому Создателю, верно? Да, именно так. Проходит через Богов. Давайте немного глубже разберём Богов, которых мы представляем как планеты нашей Солнечной системы. Каким образом с ними правильно взаимодействовать? Могу ли я у них там условно что-то попросить или требовать, или, наоборот, их нужно задобрить чем-то? Как это делается правильно? Ну, во-первых, если мы говорим о тех Богах, которых мы видим, это планеты. Потому что всё, что касается других пантеонов, это очень личное чувствование и личное взаимоотношение с Богами каждого человека. То есть, сможет он простроить с этой традицией, с этим пантеоном, так скажем, взаимоотношения, или не сможет. Конечно, для серьёзных практиков в идеале считается простроить взаимоотношения со всеми пантеонами Богов. Но если мы с вами говорим о простом человеке, то это, конечно, прежде всего планеты. Те Боги, которых мы можем увидеть. Вот самое главное — увидеть. Потому что всё, что связано с мифологией, это умение чувствовать. Мы не можем увидеть сейчас Бога Одина. Не можем увидеть Иисуса Христа. Не можем мы увидеть. Мы можем увидеть только как изображение. Исключением являются те люди, которые видят какие-то видения или слышат, имеют яснослышание. Но те Боги, которых мы реально можем увидеть, любой человек, независимо обладает он ясновидением и яснослышанием, вот просто посмотрев в небо, например, Луну и Солнце, мы можем даже без оборудования увидеть, то, собственно, конечно, к ним мы можем обращаться. В понедельник мы можем обратиться к Луне. Цель этого обращения должна быть. Первое — это возможность взаимодействия с женскими энергиями, когда у женщины есть какие-то проблемы, связанные с её женскими энергиями. Вот нет у неё аспекта материнства, например, плохо проявленный аспект материнства. Вот блокированный такой, не умеет она любить детей или не может почему-то родить детей. Ну, какая-то причина есть же. Есть какие-то скрытые страхи. То есть человек боится, а сам не понимает, чего. Боюсь, не пойму, чего. Это история, кстати, панических атак. Это не конкретный страх. Конкретика — это уже другое. Луна — это умение ясновидеть, это осознанные сны. Это всё Луна. Луна — это борьба с определёнными зависимостями. Это тоже Луна. Во вторник у нас Марс. Марс отвечает за защиту, за нападение, за умение выстраивать эту самую защиту, за умение правильно пользоваться гневом. Это Марс. Мужская сила тоже на Марсе. То есть когда нам нужна ярая мужская сила, она бывает нужна и женщинам, то это тоже история Марса. Когда мальчику не хватает мужской энергии, он такой тюти растёт. Тоже такое бывает. Это тоже обращение к Марсу. Среда — это Меркурий. Это наш с вами интеллект. Подвижность и смекалка нашего ума. Это возможность обучаться и передавать свои знания путём речи или письменно. Потому что если человек что-то знает, то донести это до других людей не может. Нет у него возможности не написать, то есть он не может статью написать, не рассказать. То есть то, что он говорит, другим непонятно. Он косноязычен бывает ещё. Это вот когда плохие взаимоотношения с Меркурием. Меркурий — это общение с людьми, это умение построения коммуникации. Дальше у нас идёт четверг. Юпитер. В Индии эта планета называется Гуру. А у нас в ассоциативном ряду, так скажем, Гуру — это кто? Это учитель, великий учитель. Вот Юпитер — это великий учитель, который даёт человеку блага. Он не злой учитель, не жестокий учитель и не учитель, который наказывает. Он учитель, который только даёт. Он может либо не дать, либо дать, но забрать он никогда не забирает. И этим он благ. И вот Юпитер — это как раз та планета, к которой мы обращаемся с целью получить какие-то блага через что? Через знания. Юпитер даёт блага через знания. Не потому, что ты там долго забивал гвоздь и получил деньги за это, а потому, что ты много знаешь, ты обучаешься, ты умеешь пользоваться правильно своим статусом. И Юпитер за это даёт блага. Юпитер — благоучитель. К нему мы можем обратиться за получением какой-то должности. К нему мы можем обратиться для того, чтобы он нам помог подняться в своём статусе. И мы можем пообещать ему и дать обед, что если мы поднимемся в этом статусе, мы будем помогать людям. И мы не будем использовать наше служебное положение для того, чтобы кому-то вредить, как делают многие, тем самым пробивая свой Юпитер, имея большие проблемы с кармой. Пятница — это Венера. Венера отвечает за любовные отношения, за радость любовных отношений, за роскошную жизнь, за красоту и молодость. За это отвечает Венера. Вот именно за этими добродетелями, так скажем, которые нам может как добро дать Венера, мы к ней не обращаемся. Суббота — это день Сатурна. Если Юпитер был благой учитель, то Сатурн достаточно жёсткий учитель. Он отвечает за карму, он отвечает за время, он отвечает за очень серьёзные, так скажем, ошибки, которые он потом, ну как наказывает, прорабатывает с человеком. Поэтому к Сатурну мы обращаемся именно с вопросом проработки кармы. Мы стараемся ему рассказать о том, что мы сделали за эту неделю неправильно, где мы себя уже, так скажем, проанализировали, и чтобы он нас наказывал, что мы сами уже поняли. Я в детстве всегда говорила такую фразу, если я что-то делала не так, я сразу же говорила, я вот это сделала не так, я это уже поняла, наказывать меня не надо, я себя уже наказала. Хотя меня никогда там как-то там критично не наказывали, но тем не менее я чётко давала оценку, что моё действие сделано неверно, я себя уже наказала, наказывать меня не надо. Вот это примерно то же самое с Сатурном. Мы говорим, что мы сделали не так, и каким образом мы будем искуплять эти свои ошибки. Ошибки всегда нужно искуплять. Позиция голова в песок, что я сделал ничего страшного, я не помню, не знаю, такая позиция не работает в истории с планетами. И воскресенье, это планета Солнца, это благостная планета, которая дарует собственно свет этой нашей Земле, матушке. И от нее, от этой планеты мы можем просить все желаемое. Все желаемое можно просить у этой планеты. Как просить, станет такой закономерный вопрос. Во-первых, это изображение планеты. Это может быть как янтра, это может быть как фотография планеты, сделанная в космосе вам как для настройки. Это может быть как образ в виде какого-то человека, что планета вам представляется таким образом. То есть то, что у вас символизирует конкретно эту планету, для вас символизирует. Это может быть сигила планеты. То есть то, что для вас в вашем ассоциативном ряду есть эта планета, вы сможете засинхрониться. Вы зажигаете свечу. Чтобы не подбирать по цвету и, так скажем, не замучиться, какую же свечу правильно подобрать, это может быть обычная нейтрального цвета из обычного воска свеча. Вы ее зажигаете, воскурите те благовония, которые вам нравятся. Вот вам по аромату, по восприятию вам нравится. И дальше есть разные варианты. Вы можете составить письменное обращение к планете и его зачитывать. Ну, прям вот от души. Можете пользоваться готовыми мантрами. В индуистской традиции, в ведической астрологии есть готовые мантры для улучшения и взаимоотношений с планетами. Они очень рабочие. Это не что-то такое тайное знание, которое вы никак не познаете и вы не знаете, где их найти. Они есть в интернете. Вы можете ими воспользоваться и читать. Мантру принято читать 108 раз. Хорошо, если у вас будут для этого специальные четки со 108 бусинами, потому что читать вот так на пальцах у вас явно не получится. Более того, такие четки, они набирают энергию. Вот у меня, допустим, на руке они как браслет, да, замутанный. Может быть, иногда я вешаю сюда. Они набирают энергию. Каждый раз, когда вы делаете начитку, они уже на постоянной основе транслируют вам энергию этих планет вам, да, ну, ваше тело и так далее. У нас планеты в теле все представлены, их энергии. И таким образом вы получаете эту самую энергию. Поэтому тех богов, которых вы можете увидеть, к ним однозначно стоит обращаться. А вот кого не можете увидеть, здесь уже зависит от вашего, ну, так скажем, ощущения мира, да, какая традиция и что вам близко. Но повторюсь, что практикам, конечно, стоит изучить энергии всех видов и собрать этот вот... На земле есть такой пазл разных энергий, все пазлы собрать, и тогда получится красивая мозаика. Постараюсь зарезюмировать простыми словами. То есть для обращения к какому-то конкретному богу нужно правильно формулировать свой запрос, представлять конкретного бога, понимать, в чем он хорош. И только после этого уже формулировать свой запрос и пытаться направлять ему. Правильно ли я говорю, Алена? Да, все верно. Не могу не затронуть тему пророков. Во всех святых писаниях есть некие персонажи, которые заявляли о том, что они напрямую общаются с богом, и их называют пророками. Вот хотелось бы уточнить, что именно за голос они слышат, какого конкретного бога. Объясните своими словами, кто такие пророки. Есть книга такая, Акберта, Акберта, значит, кто такие пророки. Ее перевели на русский язык, и там такая фраза, я ее прям зачитаю, она мне очень откликнулась. Переводили, кстати, на русский язык наши священники. Ты не можешь услышать Бога, когда Он говорит с кем-то другим. Его можно услышать только тогда, когда Он говорит с тобой. Мне кажется, здесь все так банально понятно, потому что так и есть. Если нам кто-то говорит о том, что я пророк, я услышал, мне там Бог сказал, я это передаю вам, то это Бог сказал ему, если вообще и сказал, и это никак не имеет отношения к вам. Все равно личные взаимоотношения с тем или иным Богом это личные взаимоотношения с тем или иным Богом. Там же, значит, мы встречаем в Святых Писаниях такие фразы, как Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим, пророкам. И Михей, который отвечает царю Израиля, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. Здесь речь идет о том, что пророк увидел, не просто услышал, он увидел Господа Бога на престоле своем. Люди, которым он это рассказывает, в частности, царь Израиля, он не может никак проверить данную информацию. Здесь остается либо верить, либо не верить. Видел ли Михей реально Господа Бога или не видел его, мы тоже никак не знаем, и сейчас это проверить никак не можем, естественно. Но важно во всей этой истории что? Первое, что взаимодействие с Богом, это важно каждому понять, это ваше личное взаимодействие. Не нужно всем подряд рассказывать, мне там какой-то Бог что-то сказал, ну, люди банально не поймут, а еще и сумасшедшим вас посчитают. Это первое. Второе, значит, насчет того, что с Богом взаимодействовали в разных писаниях. Огромное количество пророков приводится прям с именами и в Коране, и в Библии. Это ни один, ни два пророка. И считается, что этих пророков Господь избрал, да, то есть Аллах или Господь, там в зависимости от религии, избрал, да, а все остальные не избраны. Считается кем? Считается людьми. Потому что люди кого-то приняли как пророка, кого-то не приняли как пророка. И мы должны понимать, что пророком в принципе может являться вообще любой человек. Мы не знаем, какой сосуд, как проводник, да, изберет тот или иной Бог завтра или сегодня. Потому что не нам это решать. И если какой-то человек становится тем самым проводником, мы не можем быть уверены, что он реально проводник, так же, как не можем отрицать, что он проводник. Поэтому я всегда говорю, вы можете отвечать только за себя, что вы являетесь проводником или не являетесь. Насчет того, с каким Богом говорили. Говорили с разными Богами, это однозначно, потому что это совершенно разное направление. И совершенно разных Богов видели и слышали те или иные пророки. Если это пророки одного направления, то есть они работают в одной традиции, они видели и слышали определенного одного и того же Бога. Если мы возьмем другую традицию, то они уже видели и слышали совсем другого Бога, да? Если мы возьмем Ислам, то мы увидим, что Бог не описывается как какой-то образа. Там нет образа, там нет икон, нет статуэток каких-то. Аллах, по сути, равняется аналог это Всевышний, Абсолют и так далее. Если мы возьмем крестьянство, то здесь уже другая концепция. Здесь мы уже видим Отца Иисуса, да? И его пытаются как-то писать пророки. Там Господь выседающий, свет какой-то, огонь какой-то, ну кто как, да? Сияния, но они как-то пытаются дать ему какую-то оценку. Тоже не образную еще, но какую-то оценку. Дальше у нас появляется уже определенный пантеон, который можно так назвать. Это все-таки Святые, да, и сам Иисус. И здесь у нас уже есть образы конкретные, на которые мы можем посмотреть и сказать, что вот это Святое, он отвечает нам за это, да? Этот Святое отвечает за это. Если мы возьмем, мы увидим, что к этому Святому молятся с одним вопросом, к этому Святому к другим вопросам. Они по-разному изображаются. Здесь, конечно, мы говорим о том, что мы слышим разных, да? Вот если человек обратится к Николаю Угоднику, он будет слышать Николая Угодника, да? Но Святая Церковь учит, что он может услышать под этим видом и беса, а не совсем Николая Угодника. То есть непонятно, кто пришел. Это, кстати, относится не только к религиозной традиции, это относится в принципе к любой традиции, когда человек взывает к какому-то богу, ну, взывает человек, допустим, к Одину, да? Или к Перуну. Взывает он к нему и пытается его услышать или увидеть. И слышит голос или видит образ, который ему начинает что-то транслировать и говорить. У нас нет уверенности, что это конкретно этот бог пришел. И сам человек в этом не уверен, да? Как он это может определить? Только по своим ощущениям, по тому, насколько четко тот сказал, как это все сбывается, по каким-то своим наработкам, если он не первый раз вызывает. Но уверенности какой-то нет. Точно так же не было никакой уверенности у пророков прошлого, да? Просто их больше признавали, так скажем. Пророчества были, были какой-то период, даже можно сказать, в моде. Вот. То сейчас как бы к пророкам есть предвзятые отношения. Ну, кто-то такой, чтобы там что-то пророчить, да? В целом, к магии сейчас есть предвзятые отношения. Я не знаю, как в других странах, но в России точно оно есть. И считается, что именно в магии сидят все самые такие, ну, там, мокровые какие-то, мошенники там и так далее. Но при этом мы все с вами понимаем, что мир состоит не только из того, что мы можем пощупать и потрогать, там, вот, стол, камп-тетрадь, ручка там какая-то. Мир состоит еще из того, что мы не видим, а только можем прочувствовать, то не все. И этому есть подтверждение. Конкретно я все время привожу такой пример, как китайская медицина, где с помощью воздействия на точки, иголками, прижиганиями, прогреваниями, банками там и так далее, идет воздействие на все тело. За счет чего? За счет того, что через точку они либо блокируют движение энергии ци, делают ее меньше, либо усиливают это самое движение, либо как-то распределяют и так далее. Они, по сути, работают с энергиями. С энергиями они работают и через фэн-шуй, и Индия через васту работает тоже с энергиями. Это уже наука, она признанная во всем мире и с помощью этих действий воздействует на человека и на его жилища. Это энергия, это не что иное, как магия. У нас просто путаница в понимании, у нас магия ассоциируется с чем-то таким доисторическим и непонятным. Но магия — это работа с энергиями, это наука мироздания. Здесь нет ничего гремучего, здесь наоборот прогресс. Магия не регрессирует, она прогрессирует. Вместе с самовременем меняется и магия. И здесь мы как раз говорим о том, что человек, который изучает магию как мироздание, он общается с разными богами, по крайней мере, пытается общаться с разными богами. Другой вопрос, слышит его или нет, отвечают ему или нет. Но он пытается с ними взаимодействовать, он пытается узнать что-то через этих богов. Не всегда получить. Простой человек, он так мыслит, что я попрошу у Бога что-то, чтобы у меня что-то было. Ну там какие-то мирские радости. То человек-практик думает, как получить новое знание через Бога, потому что Боги — это огромное количество знаний. Получается как-то даже несправедливо. Маги общаются с богами и религиозные люди общаются с богами, но к людям, которые называют себя магами, существует какое-то предвзятое отношение. Непонятно, из чего это собирается. Может быть, как-то популяризация каких-то конкретных богов на это влияет или что? Ну вообще такой популяризации, что общения с богами нет, потому что люди боятся загреметь в психушку, даже те, кто общается. Такое есть. Из-за невосприятия обществом вообще пророков в принципе. Максимум, что человек может сказать, я гадаю. Даже если человек что-то видит реально и с кем-то взаимодействует, он не очень этим там машет как флагом, потому что люди могут не так понять. Есть, конечно, те, которые занимаются какими-то практиками, это говорят, что вот мне пришел Бог там какой-то сказал, но в большинстве своем большая часть населения их воспринимает как ненормальных либо как мошенников. Такое есть. Вообще в богословии есть четкое понимание, есть разница между знанием о Боге и знанием Бога. Когда мы что-то знаем о Боге, мы это знаем на основании чего? Мы это знаем на основании каких-то писаний, составленных до нас. Они могут подвергаться критике нашей или еще чьей-то, а могут не подвергаться, а могут быть когда-то переписанными. Знание Бога какого-либо это то, что очень сложно постичь человеку, но очень хочется постичь. И как у всех людей разные знания, так у всех Богов разные знания. Поэтому чем больше мы общаемся, тем больше мы получаем информации. Другой вопрос, что теология как наука, она же признана уже и в России как наука, ее изучают, теологию. Теология, наука проявлений божественного в мире, она изначально была в принципе о Богах. Потерпев некоторые изменения в своей структуре, в своем понимании, она вошла именно в Духовную Академию как теологию, как наука о конкретном Боге, о Боге христианском, ну и вообще о христианской концепции. Почему это произошло? Потому что у нас Русь, Русь православная. Православная Русь это говорит о том, что у нас срочен государственный грегор, христианский грегор и славянский грегор вместе. А так как христианский грегор в своей основе имеет иудейский грегор, то это вообще сроченные четыре грегора. Иудейский, христианский, славянский и государственный. Это очень мощная структура. Поэтому теология, она не имела возможности выжить в той форме изначальной, в платоновской, аристотельской такой форме, где мы говорим именно о проявлении божественности в мире. Когда мы не видим какого-то конкретного одного Бога, мы говорим, в принципе, об энергии разных Богов, она в той форме выжить, в принципе, у нас не могла. Поэтому она сформировалась как именно теология, наука о таком богословии христианском. Это неплохо, но это несколько ограничивает, потому что если человек начинает изучать проявление божественного в мире, он должен посмотреть все пантеоны, мистерии разных народов и понять, как что устроено. И с кем он вообще хочет общаться. Скажем, чтобы выбор у него был. Если человек для себя сделал выбор, что он хочет быть конкретно священником, священнослужителем или еще кем-то, то тогда, конечно, ему возможно вот эти новые направления какие-то для него, а не для него новые, потому что он сугубо в определенном направлении, они ему не интересны. Просто тогда теология конкретно в духовных образовательных учреждениях, она может быть узконаправленной и не иметь структуру, именно там, чтобы изучать разных боков. Допустим, теология в исламе, она бы была как теология именно для мусульман, конкретно для тех, кто будет имамом, например. Оно тоже будет уже узконаправленное. Но хотелось бы, чтобы теология как наука, она была все-таки расширенная, чтобы человек, изучающий теологию, мог максимально получить информацию о проявлении именно божественного мира. Эта тема очень интересная, ведь это не отрицает какую-либо религию или какое-либо вероучение, это наоборот дает возможность человеку узнать очень много о мире, о тех вероучениях, направлениях, которые в этом мире есть, а не смотреть как-то вот только с одной стороны. Поэтому, так скажем, общение с богами — это самостоятельная история, мы не сможем ее подчеркнуть от кого-то, потому что это личный опыт, это очень такой, очень личный опыт. Мы можем найти учителя, который направит и скажет, как, если нам повезет, но учитель не может за своего ученика пройти этот путь. Рассказать, как это общаться с богом и свои записки, да, вот я общался с этим богом, посмотри мне, бог это сказал. Он не может это передать ученику, потому что это личное общение. Ученик должен сам услышать или увидеть какого-то бога. И техник очень много. Вот мы сегодня только вот, буквально перед записью этой программы, общались с моей, значит, ученицей, и она говорила о том, что она как раз вот взаимодействовала в ночь с Гекатой, с богиней Гекатой, и она взаимодействовала через зеркало и воду, значит, и как Геката, я ей отвечала, сколько она всего интересного показала, да. Это тоже тип взаимодействия. Так скажем, связи с богами очень много вариантов, кому что подходит. Но это всё равно личностная история каждого человека. Готов он к этому или нет. И я вот здесь коснусь такую тему очень интересной. Я всё детство очень плотно взаимодействовала, ну как детство, это юность такая, 14-16-17 лет. Я очень плотно взаимодействовала с христианскими святыми. Взаимодействовала через иконы. Что значит взаимодействовала? Я не просто стояла, молилась, как многие люди, даже не понимали, чего они молятся, и они просто просили что-то для себя. А я разговаривала с ними, и они мне отвечали. И я подошла к батюшке, это была церковь на набережной рядом с улицей Салям-Адили. Я недавно туда ездила. Кстати, там батюшка меня благословил ещё много лет тому назад на работу с людьми и помощь людям. Я подошла к батюшке и сказала, батюшка, вот мне отвечают иконы, я не молюсь, я просто с ними разговариваю. Имеет ли место быть в принципе в христианстве такая история? Ну, будучи подростком, мне хотелось узнать мнение жреца. Этого культа священнослужителя. И он мне сказал, да, самая сильная молитва это молитва от сердца. Очень многие люди приходят, читают по бумажке или заучивают какую-то молитву. Оно идёт не от души, не от сердца. И вот этот вот поток между иконой, которая как дверь открывает в мир иной, и человеком оно отсутствует. Его нет. То есть человек прочитал что-то, поставил свечку, зажёг и сказал, дай мне, Боже, ну что-нибудь мне дай, вот денег дай, мужа хорошего дай, что-то дай. Я не просила ничего. Я разговаривала. Мне интересны были знания. И это совсем другой тип взаимодействия. И батюшка понял, о чём я говорю. Недавно я общалась ещё с одним батюшкой из Кирова. Он сам вышел на меня и написал мне в социальной странице, ну, такие, значит, лично написал, что, значит, вы вот ошибаетесь насчёт Бога, что Богов у многого, вот там Бог один. Они просто не понимают немножко некоторые о том, о чём я говорю. Ну, просто не вникают, да, поэтому такое. Давайте поговорим. Я говорю, ну, конечно, давайте поговорим. Мы с ним связались, стали общаться. Я ему рассказала, что я там разговариваю с иконами. Это его ничуть не смутило. Действительно, это тип взаимодействия. Но когда мне говорят, что, ой, вы там это самое, не можете быть верующей, ну, почему я не могу быть верующей? Мне кажется, человек, который видящий, слышащий и знающий, он более верующий, чем все сто человек, которые пришли для галочки и поставили эту самую свечку. Взаимодействие со святыми, которые рассказывают мне уникальные, удивительные вещи, которые невозможно прочитать ни в книгах, нигде, ни в житиях святых, нигде это невозможно прочитать, и которые в реале проявляются. Я могу это проявить и помочь людям, но почему я не могу себя назвать, так скажем, избранником Божиим, как и кто-то другой, кто так же может, как и я. Это избранник Божий, потому что тот или иной Бог, да, в той или иной концепции выбрал этого человека для того, чтобы передавать информацию. Для меня святые — это, так скажем, тоже отчасти, ну, Боги, да, полубоги, или как это можно назвать, чтобы это не было кощунственно, не звучало. Я хочу вот эту концепцию расширить и объяснить, потому что есть, допустим, пантеон египетских богов, и там много богов, да, а вот в православной традиции там есть отец Иисуса, Саоф или Игова, да, есть сам Иисус, и есть святые. Так вот эти святые, Иисус, это как некая такая мощная история разных божественных ипостасей, разных божественных ликов. Да, там священник это увидит по-своему, прихожане по-своему, а я вижу по-своему. Но я всегда говорю, позвольте мои взаимоотношения с богами, если я кого-то чувствую как богов, да, или там полубогов, оставить моими личными взаимоотношениями с богами. Не надо в них влезать. У вас есть одна концепция, у меня другое ощущение и чувствование, да. Я никогда не ориентируюсь на то, что написал кто-то, будь то там даже очень великий человек. Я ориентируюсь на то, что чувствую я, вижу я. Если написано, что это красное, я вижу, что это чёрное, да, но я скажу, что это чёрное, потому что я это вижу чёрным. А все остальные будут говорить, что это красное, даже если кто-то не видит чёрным. Почему? Потому что, а вы знаете, так сказал великий там Вася Купкин, имя вымышленное, что вот это, вот такого цвета, да, и мы ссылаемся на его слова. Но послушайте, всё в жизни меняется, у каждого человека есть свои ощущения и свои взаимоотношения с тем или иным богом. Не надо навязывать, что нужно только так и никак иначе. Я считаю, что самое главное, это то, как человек развивает данную ситуацию, его взаимодействие, и как он может влиять на мир в целом, да, то есть чтобы он не вредил миру. А то, знаете, как я услышал голос в голове, этот голос мне сказал, пойди кого-то убей. Но какая польза от этого голоса, скажите? Может быть, он услышал какого-то бога, да, потому что боги бывают гневливые тоже. Может быть, он услышал какого-то бога, которому сказал, пойди убей. Он сказал невозможно. Но вопрос, что хорошего-то в этом? Для общества и для него? Да ничего хорошего. Он является проводником некой жестокой силы, которая ему сказала сделать какие-то действия опасные, ну, критически опасные для общества. Поэтому такие вещи делать нельзя, конечно же. И порой еще бывают ситуации, когда голос в голове является ничем иным, как шизофрении. То есть в прямом смысле получается, что человек, который очень критически начинает следовать только одному богу и на сто процентов уверяет себя, что он слышит какой-то божественный голос, он становится даже опасен, потому что он просто отвергает всю окружающую информацию и слепо верит в то, что происходит у него в голове, никак не подвергаясь корректировкам со стороны, отрицая вообще чье-либо мнение. Это страшная ситуация. Все же хотелось бы еще раз подчеркнуть очень такую важную тему, что же отличает магию от религии. Потому что сейчас у меня формируется такой промежуточный итог, что это в буквальном смысле одно и то же. Только одни верят во что-то одно конкретное, а другие открыты ко всей информации и с охотной жадностью поглощают все вокруг. Ну да, вы отчасти ответили на этот вопрос. Религия — это узконаправленная определенная мистерия, где есть определенные боги или святые, которому человеку разрешено поклоняться. И поклоняться только определенным образом или служить, как написано, собственно, в этом учении. Если мы берем магию, то это расширенное знание обо всех религиях, обо всех учениях, мистериях и так далее. Где человеку дается выбор, как поклоняться, как служить, служить или не служить, или вообще не поклоняться, как взаимодействовать, с кем общаться, а может быть, вообще со всеми общаться. Человек, который глубоко занимается магией, это человек, который религиозен всегда, можно так сказать, потому что он с уважением относится ко всем религиям. Здесь встает, знаете, такой интересный момент, что люди, которые глубоко в религии, очень часто воспринимают людей, которые занимаются магией, как зло или как антипод их религии, которые, так скажем, опасны для их религии, и надо поэтому сказать, что они там плохие, от них надо как-то избавиться. Я очень часто слышу такие страшные выражения, как сжечь, сжечь, убить, уничтожить и так далее. От чего это пошло? Тут надо очень четко понимать. На момент становления любой религии, любой, на основании, ну, уже есть какие-то базовые истории, базовые вероучения, базовые знания на той или иной территории. Приходит новая религия, новое учение, пусть даже она основана и на этой же базе, но люди не готовы его принять. Чтобы люди его приняли, нужно их устрашить. Устрашением для людей является только смерть и пытки, поэтому очень часто религии, к сожалению, ставили свои новые правила и закона через смерть и пытки, но потому что иначе было невозможно. Это первое. Конечно, все исторические религиозные книги об этом прямо или косвенно упоминают. «Не оставь живых», «убей» и так далее. Или «вы страшны для меня», всякими такими словами, «не приемлю я вас», грубо говоря. Дальше встает следующий момент. Это невежество людей. Невежество людей, которые не знают какие-то вещи. Вот есть большое количество людей, простолюдинов, назовем их так, которые не понимают, что такое медицина, что такое музыка, что такое фитотерапия. Они не понимают алхимия, то, что производная потом стала химией, физикой. Они не понимают эти науки. И они видят, что музыкант в своей музыкальной тетради чертит какие-то закорючки. Вы себе представляете, он чертит какие-то закорючки. Потом благодаря этим закорючкам рождается мелодия. Это же опасно, это же какой-то там колдун страшный. Другой там что-то травы смешивает. Это там какой-то страшный тоже колдун. Третий, значит, говорит о том, что для того, чтобы изучить человека, нужно вскрывать человеческое тело. Ой, этого же делать нельзя. Нам сказали, что этого делать нельзя. Это тоже страшный колдун. Вот. Четвертый, там какие-то ингредиенты смешивают, и они взрываются. И они на него смотрят, так это же тоже колдун. И все они колдуны. И все эти колдуны подлежат уничтожению, потому что они плохие. Потому что у них там где-то написано, что колдуны плохие. Написано почему? Потому что нужно было убрать на момент становления той или иной структуры, нужно было убрать все, что мешает этой структуре. И написали сразу, чтобы не было конкурентов, чтобы никуда больше люди не обращались, что там все, кто что-то делает, они колдуны, маги, вражи и так далее, и всех уничтожить. И раз их всех уничтожить, то к ним относятся вот все вот эти люди, которые там что-то делают. Их тоже уничтожить на всякий случай. Плюс еще есть люди состоятельные финансово, которые могут свое состояние отдать для становления новой какой-то системы. Потому что любая система, она требует денег. Их нужно тоже уничтожить, чтобы отжать у них имущество. И вот это невежество людей породило понимание, что те, кто занимаются магическими науками, это какие-то страшные, ужасные колдуны, ведьмы, вражи и так далее, которых нужно уничтожать. На самом деле, это самые сильные верующие люди, намного более верующие, чем те, которые кричат, что их надо уничтожать. Исключением является из этого правила ситуация с хулением Бога, которую я не приемлю, в принципе. Действительно, есть направление, ну, знаете, негативное направление, ведь в любой области есть плохие люди, в любой области нет людей, которые просто все благие, такого не бывает. Согласитесь, есть человек, который хирург и режет человека и спасает ему жизнь, а есть какой-нибудь маньяк, который идет и зарезает человека. Это же разные люди. И там и там может использоваться какой-нибудь скальпель. Но в любом случае мы понимаем, что это разное, по-разному скальпель сработал. И здесь в магии тоже есть люди, которые хулят Бога путем того, что ломают иконы, путем того, что там, я не знаю, там петуха над иконой зарезают, кровь проливают и так далее. Но пытаются каким-то образом, так скажем, сделать плохо якобы Богу, да, то есть как бы обидеть его, хулить и обидеть, хотя Бог поругаем не бывает, не бывает на самом деле. Потому что такой маленький червячок-человек, ну так подумать, чтобы он хулил какого-либо Бога или Создателя, ну это даже смешно. Но, значит, люди, которые в этой традиции, ну конечно, для них это видно, это же понятно. Вот у меня здесь находится на столе, сразу вот я вам могу показать, вот это икона Архангела Михаила, вот если видно, да, икона Архангела Михаила, вот здесь, это традиция христианства, да, если мы возьмем, здесь же у меня Святой Шарвель, это традиция католицизма, здесь же у меня Бог индуистской традиции, сейчас я вам покажу, его тяжелая такая фресочка, Шива, да, и это не говорит, здесь же у меня, кстати, вот могу показать, пожалуйста, карты руны, здесь руны, здесь кельтская традиция, то есть, понимаете, в чем дело, даже вот если мы возьмем вот карты, да, вот эта карта Святая Смерть называется, это совершенно новое направление магии, да, Санта Муэр, это называется, построено на католицизме полностью, тут, понимаете, очень, ну, как бы много всего замешанного, разных совершенно энергий, и поэтому, когда человек ломает какие-то иконы или какие-то святыни, он делает больно не Богу, не Создателю, он делает больно тем людям, которые в этой системе, в этой традиции, им действительно больно, вот представьте, да, я, ну, я взаимодействую со многими Богами, и как мне больно, когда мне говорят, да вы ее там не допускаете, там до батюшки какого-то, или там до церкви, или там до имам, или еще до кого-то, она там плохая, а чем я плохая? Я взаимодействую с иконами, со святыми так, как вам и не снилось, я исполняю, у меня не надо читать на Иисусе там заповеди Божьи, я их знаю, потому что это кон моей жизни, я так живу, да, я себе не позволяю те вещи, которые позволяют те люди, которые кричат, убей ее, как вам заповедь, не убей тогда, и вот те, которые ломают иконы и занимаются хулением Бога, то, что называется, опять же, повторюсь, Бога по ругаем не бывает, то эти люди, они, они в том же Грегоре находятся, только в его темной стороне, я об этом рассказывала, в магии есть такое понимание, что можно работать внутри Грегора со светлой и с темной стороной, вот они переходят в темную сторону этого Грегора, отрезая себе часть работы с этим Грегором. Есть отдельное направление, называется черные иконы. Это не хуление Бога, это так воспринимают люди, как хуление Бога, на самом деле, это не хуление Бога, это совершенно новое направление, вот как я вам говорила, Санта-Муэрта, построенное на католицизме, да, совершенно новое направление, то там возникает совершенно новое направление черных икон, где совершенно новые персонажи, темные стороны христианского игры, начинают проявляться новые персонажи. То есть иконы пишутся с негативным окрасом. Если простым языком говорить, кто из людей никогда не сталкивался, могут это посмотреть в интернете. Оскорбляет ли это чувство людей, которые в религии видят только ее одну сторону, глубоко религиозных? Я думаю, что оскорбляет. Потому что, знаете, если я вижу Бога в каком-то образе благостном, и вдруг кто-то его рисует, ну как-то вот некрасиво для меня, мне будет неприятно. Но как к этому относиться? Я бы сказала, что относиться к этому... Вообще-то история о законе о защите чувств верующих это не совсем здоровая история, потому что у нас у всех есть чувства, и мы все верующие. Просто кто во что верующий, даже атеист во что-то верит. Поэтому здесь очень сложно говорить о том, что оскорбление. Вот меня оскорбляют, говорят там, туда не ходи, сюда не ходи, сожги ее. Но меня же это оскорбляет, меня как верующего человека. Значит, что я должна с этими людьми сделать? Ну, тут же все зависит от того, как ты себя сам чувствуешь в этом мире, как ты взаимодействуешь с теми или иными энергетическими структурами. Поэтому мне хочется всех обратить внимание и пожелать, чтобы быть более сдержанными, более, так скажем, добрыми, что ли, по отношению друг к другу. Вам непонятно что-то, да, что делает другой человек. Вам не ясно, как это он так вот молится, иконе не так, как вы. Но при этом вы, значит, делаете это все иначе, вы начинаете его осуждать. Да не надо никого осуждать. Вы знаете, вот было вербное воскресенье, я пошла в церковь, и у церкви, здесь в Ивантеевке, значит, у церкви бабушка, значит, с веточками вербы. Вот. Ну и что-то мы с ней разговаривали. Она говорит, ой, а где вы вербу брали? Я говорю, да вот мне в церкви подарили. А мне подарили в церковь, я пришла, мне прям подарили ее. Вот. Я говорю, спасибо, мне вот подарили. Она говорит, ой, как здорово там. Ну, в общем, мы с ней разговаривали. И я говорю, а вы знаете, какой сейчас праздник? Она говорит, ну да, знаю, вербное воскресенье. Я говорю, вы знаете, что означает, символизирует, знаменует данный праздник? Она говорит, ну, вербное воскресенье он знаменует. Я говорю, нет, ну а к чему этот праздник, просто вербное воскресенье? Ну так, просто вербное воскресенье. это, знаете, надо вот веточки вербы освящать в церкви и ставить их дома на целый год, говорит мне бабушка. Я говорю, ну, праздник же всегда приурочен к какому-то событию. Вы знаете, к какому событию приурочен данный день? Она говорит, нет, не знаю. Я говорю, а вы христианка? Она говорит, да. Я говорю, а почему вы про это не прочитали, если вы этот праздник празднуете? Она говорит, а зачем? Вот это грустно. На самом деле это грустно. Я ей рассказываю, я говорю, что это праздник, когда Иисус на осле въехал в Иерусалим, и ему под ноги кидали пальмовые, ну, под ноги осла кидали пальмовые ветки в знак признательности. А почему признательности? Потому что несколько дней тому назад он воскресил человека, который был уже мертв. И в честь, значит, этого события все уже знали, что едет сам Иисус, который воскресил человека, и люди ему кидали, значит, пальмовые веточки. Что у нас, ну, так скажем, на Руси пальмовых веточек нет, мы используем ивовые веточки. Ну, ивовые или вербы, да, это одно и то же веточки. А что раньше на Руси вообще был праздник, вербохлёст назывался, или праздник, когда, в общем-то, восторжествовала жизнь над смертью, и славяне, еще когда христианизации не было, они, значит, тоже вот эти веточки воспринимали как начало новой жизни, ими отхлёстывали друг друга, чтобы, ну, значит, болезни изгнать, освещали, брызгали водой на солнце, ставили, значит, вначале ставили просто дома в вазе, ставили целый год стояли, потом эти веточки, когда в эпоху двоеверия, стали стоять уже под иконочками, в красном углу божницы, да, а потом уже, собственно, сросся вот этот православный Грегор с христианским, точнее, славянский с христианским, получился православный Грегор. Но бабушка не знает ни историю дохристианской Руси, ни историю христианства, ничего не знает, понимаете? Ходит в церковь, берет эти веточки, вот мне хочется предостеречь всех людей, вот от чего, что если вы в какой-то традиции находитесь, да, узконаправленные, пусть вы не практики, которые там ко всем хорошо относятся, а вы находитесь в узконаправленной традиции, и в этой узконаправленной традиции как бы видите свой путь. Ну, пожалуйста, ознакомьтесь, что там написано, ведь это же неуважение к той религии, к той силе, религия — это сила, с которой вы взаимодействуете. Если говорить простым вашим обывательским языком, это неуважение к Иисусу, понимаете? Ему поклоняются в этот день с помощью этих веточек, да, это определенное служение, поклонение. Вы берете эти веточки и даже не понимаете, зачем вы их взяли. Но это же неправильно. Получается, что в этой теме, так же, как и везде, крайность — это не совсем хорошо. Потому что люди, даже которые просто ставят свечки в храме, они выполняют определенный ритуал. Но когда они видят какой-то ритуал, который им непонятен, это вызывает у них деструктивные эмоции, и они, ну, негодуют от этого. Но на самом деле они же тоже делают ритуалы и вне церкви тоже. Когда они дома молятся за подыконкой, они — это тоже обрядовое действие. Это обрящивание энергии. Они обрящивают энергию того или иного святого для того, чтобы попросить о чем-то. Вот вы знаете, люди на самом деле молятся для того, чтобы чаще всего только попросить. Ну, я вам правду говорю, потому что с кем я общалась, они не знают никаких молитв. Они открывают, когда им надо, какие-то определенные «Отче наш» уже есть на небесах или «Живы в помощи Вышнего» в крови Бога Небесного дворица 90-й псалом и начинают его начитывать. Я у меня, сейчас я вам расскажу, очень интересный случай. Очень интересный случай. Значит, ко мне в магазин пришла проверка в лице там огромного количества людей. Все знают уже об этой истории. Вот. И я, значит, говорю, я хочу помолиться. Я беру и начинаю читать 103-й псалом. 103-й псалом я читаю, значит, они там все перепугались и подумали, что это какое-то страшное заклятие. Ну, потому что они псалмы-то не знают, хотя они считают себя религиозными людьми, потому что перед этим мне рассказали лекцию про Бога. Сикость-накость, правда. Вот кто-то там выбежал из магазина, кто-то панику начал, кто-то вызвал полицию уже на меня. И, значит, потом я прихожу в прокуратуру и, ну, значит, на прием, и мне говорят, мы все о вас знаем. Я говорю, а что вы обо мне знаете? Мы знаем, что вы тогда устроили, когда пришла проверка. Я говорю, а что я устроила? Вы проклятие читали? Своё магическое, колдовское, чёрное проклятие, чёрной магии. Вы чёрнокнижник-сатанист. Я говорю, вы знаете, а я читала 103-й псалом. Нет, ну что вы говорите? Все же слышали. Я говорю, нет, я читала 103-й псалом. Она не поверила. Мне очень интересно, она потом откроет, почитает 103-й псалом, чтобы сверить. Но на самом деле я читала 103-й псалом. Это говорит о чём? Это говорит о том, что люди ничего не знают про ту религию, в которой находится. Что, так скажем, осуждая, оскорбляя меня, не считая меня неверующим человеком, они даже не понимают, что я читаю. Что я читаю, это именно вероучение православное, я читаю. Псалом относится к православию. Они даже не узнали. Потому что они никогда эту книгу сроду не открывали. Ну, очень интересно получается. То есть вы для этого человека, получается, переходите на его родной язык, можно так сказать, но общаясь на его родном языке, он вас не понимает. Ну и хотелось закончить это видео таким отчасти философским вопросом. Алена, скажите, пожалуйста, может ли человек стать Богом? Мы все к этому стремимся. Собственно, у нас есть, для чего мы пришли. Я имею в виду осознанных людей, а не толпу, да? У нас есть ряд реинкарнаций. Тут же, по-моему, каждому известно, понятно. Понятно, что разные философские учения об этом по-разному пишут, и кто-то не пишет, но, тем не менее, все это знают. Есть ряд реинкарнаций. На основании этих реинкарнаций мы проходили длинный путь развития. От какого-то камня до сегодняшнего достаточно серьезного уровня развития под названием «человек». Чело века. То есть нам навек дается данное чело. Это очень серьезная ответственность, так скажем, нести свой лик через этот мир материальный, чтобы его запечатлеть здесь, оставить в памяти многих людей, как нечто хорошее и доброе. Но следующая наша реинкарнация должна быть выше по уровню. Мы же дошли до уровня человека, значит, есть что-то выше. Это уже божественный уровень, и до него нужно дорасти. У нас с вами не получается, раз мы с вами сидим сейчас в телах человека, уже неоднократная реинкарнация в теле человека, по тем или иным причинам мы слетаем с этого пути и возвращаемся вновь на одну и ту же точку реинкарнации человека. Почему такое происходит? Потому что многие люди зависают в понимании, это же у нас точка выхода здесь, является точкой входа там, в следующей реинкарнации, в понимании, что человек это единственный вид реинкарнации, в котором он может быть. У животного нет такого понимания, он еще не мыслит так осознанно, поэтому умирая, животное не думает, кем оно родится в следующий раз. Животное просто умирает и сосредотачивается на моменте смерти. Я это неоднократно видела. Вы, возможно, тоже видели, как где-то в городе сидит голубь, умирает, его клюют там какие-то другие птицы, а он сидит. Он не кричит от боли. Он сидит, он как будто в коматозном состоянии. Он не чувствует уже ничего. Он уходит в состояние смерти, ухода отсюда. И у человека такого нет. Человек, к сожалению, не сосредоточен на состоянии ухода отсюда. Он не готовится никогда к смерти. Все люди думают, что смерти как будто не будет. Меня это не касается. Это вот всех касается, меня не касается, а как будто вечный. Не сосредотачивается на этом и не готовится к моменту смерти. И выходя отсюда, они думают о том, кто-то думает о том, что он потом как-то воскреснет, кто-то думает о том, что он там будет опять. Ну воскреснет, это вообще философия какая в этом, что ты опять будешь человеком, ты воскреснешь опять в человеческом теле. Это эта же философия на самом деле, что каждый человек думает, что он опять будет в человеческом теле. Все. Или о том, что он встретится там с конкретным Богом. Но это еще куда не шло, потому что, возможно, эту встречу можно организовать. Но, понимаете, он не думает о том, что он сам станет Богом. А если он об этом не думает, он не станет никогда. Потому что точка выхода здесь, точка входа там. Здесь, да, понятно, что мало думать, нужно на протяжении жизни подготовиться к этому новому божественному состоянию. Здесь я тоже хочу предостеречь всех тех, кто смотрит это видео и находясь в религии. Вначале мы обязательно поставим заставочку, что это никак не для оскорбления чувств верующих, потому что все так любят оскорбляться очень сильно. И верующие, и неверующие, прям все любят сейчас оскорбляться сильно. Вот. Здесь концепция совсем другая. Здесь речь идет не о создателе. Я не говорю о том, что человек может стать и родиться создателем в следующем своем воплощении. Возможно, я могу как бы предположить, что такое возможно, что когда-то через миллионы воплощений божественных каких-то ипостасях мы приблизимся к тому, чтобы создавать свои вселенные. Я могу только предположить, я этого не видела и не могу утверждать. Но перейти из уровня человека в состояние божественное мы можем. И повторюсь, речь идет не о создателе, не о том, что я говорю, что вы верите в некого создателя, в какой-либо концепции. Я говорю, послушайте, вот вы умрете и родитесь вот этим создателем. Я об этом не говорю для тех, кто не понимает, потому что многие это воспринимают как обиду. Я об этом не говорю, еще раз повторяю. Итог этого видео можно сформулировать подобным образом. Не закрывайтесь никогда от информации, которая вас окружает. Попробуйте прочитать ее, понять и принять к своему сведению. Воспринимать ее как истину никто вас не заставляет, но просто слепо отрицать все, что вас окружает, это очень глупо. Большое спасибо вам, Алена, что поотвечали на вопросы наших зрителей. Мы же с вами на этой нотке прощаемся. Всего вам доброго. Увидимся.